Друзья, всем привет! Срочные новости! Валерия Залужного назначают послом Украины Великобританию. Что это значит? Что конкретно произошло? Как это комментирует Зеленский? Какие это будет иметь политические последствия? Об этом во всем поговорим прямо сейчас. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. И не забудьте, что мы продолжаем сбор на беспилотники для сил специальных операций. Присоединяйтесь, поможем нашим героям мочить руку. Ну а теперь к нашему экс-главнокомандующему Збройных сил Украины генералу Валерию Залужному. Итак, сегодня Зеленский объявил в своем видеообращении о том, что он согласовал кандидатуру Залужного как будущего посла Украины в Великобритании. Послушайте, как Зеленский это аргументировал. Сегодня ж погоди в кандидатуру посла нашей страны в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно про такой направл для себя. Дипломатичный. Министерство закордонных справ Украины направило соответствующий запит на агриман. Наше союзничество с Британией должно только увеличиться. Ну и комментарий на сайте Министерства иностранных дел перед этим появился даже чуть раньше о том, что да, вот согласовали Залужного. Во-первых, давайте по процедуре. Что это значит? Ответим на вопросы. Что, Залужный уже посол? Нет, Залужный еще не посол. Процедура такая. Украина направляет свое предложение теперь, официально его отправляют в Великобритании, что мы предлагаем назначить послом Залужного. Но Великобритания должна согласиться на это. Это называется агриман. Ну, согласие в переводе с французского. Или agreement это на английском, но это называют так в дипломатии агриман. Теперь Великобритания должна сказать, да, мы согласны. Теоретически она может сказать, нет, мы не согласны. И тогда никакого посла не будет. Но очевидно, во-первых, что на Залужного они согласятся. Во-вторых, что всегда перед тем, как направить официальный агриман, неофициально запрашивается согласие страны. И это означает, что их спросили уже, и они уже сказали, что на Залужного они согласны. Но только неофициально. Теперь Украина получит от них официальное согласие. И только после этого может появиться официальный указ президента о назначении послом Украины в Великобритании Валерия Залужного. Второй вопрос. А обычно ли эта процедура объявлять вот так до? Нет, необычная. Обычно, когда вы слышите о том, что кто-то назначен послом, это означает, что уже есть указ президента о назначении послом. И никто обычно не сообщает о том, что направили запрос. Это необычная процедура. И очевидно, что это назначение происходит необычно. Ну и назначение необычное. Залужный генерал, не дипломат. Давайте дальше. А есть ли такое в практике мировой, что генералов назначают послами? Да, есть. Это довольно распространенная практика. Генералов довольно часто назначают, ну как, такое бывает в разных странах, что генералов, военных, потом они переходят на дипломатическую службу. Тут такого, скажем, ничего из ряда вон выходящего нет. Ну давайте теперь, наверное, главный вопрос. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что это не просто назначение. И залужный не просто генерал. Залужный это генерал, который пользовался и пользуется очень большой популярностью в Украине. И буквально вчера появилась информация и появился опрос социологической компании «Социс». Это уважаемая социологическая компания, известная. Это не какая-то никому неизвестная однодневка, которая может сообщить что угодно. Нет, это известная социологическая компания, которая говорит, что 41% поддержки имеет залужный, если бы выборы прошли сейчас, то есть в первом туре выборов президента Украины, если бы выборы прошли сегодня, Валерий Залужный бы набрал 41%, а Владимир Зеленский 25%. А во втором туре, соответственно, они бы тогда вышли во второй тур, и во втором туре Залужный бы выиграл 67% на 32%. Ну, можно сказать, прям разгромно бы выиграл у Зеленского. Ну, вы понимаете, что это значит? Это означает, что понятно, что социология это дело такое, сегодня такие цифры, завтра другие, выборов пока нет. Также мы не знаем вообще, Залужный хотел в президенты или нет. Сейчас тем более есть большие сомнения, что он хотел в президенты, раз он согласился на эту должность. Но сейчас мы об этом еще поговорим. Но это означает однозначно, что Залужный был одним из топ-кандидатов президента Украины, возможно, самый топ на эту минуту. Ну, и, конечно, для Зеленского это серьезный вызов был. Я думаю, что это и стало главной причиной увольнения Залужного. Потом вы помните, как после этого Зеленский ему вручил героя Украины, и активно показывали, как они там обнимаются. Ну, и вот теперь Залужного назначают послом, и Залужный на это согласился. Конечно, это в определенной мере сигнал со стороны Залужного, что политическую карьеру он для себя не рассматривает. Потому что если он собирался кинуть вызов Зеленскому в будущем, на выборах, когда они бы не произошли, понятно, что их не будет в ближайшее время, я не знаю, например, в следующем году, то, наверное, если он собирался бросить вызов и идти в президенты, то, наверное, идти в послы по предложению Зеленского и по его указу, ну, наверное, не стоило. Ну, опять же, это не означает, он может через какое-то время, будучи послом, сказать, нет, я иду в политику. Это тоже никто не исключает. Но это уже, наверное, будет, ну, скажем так, сложнее, и будет менее понятно многим людям. Ну, в любом случае, для Зеленского это сейчас возможность показать, что Залужный в его команде. Вот, собственно говоря, что это означает с точки зрения политической. Также еще это означает, что Залужный уволился с воинской службы, потому что действующего генерала не могут назначить послом. Значит, Залужный уже не действующий военный, он уже отставной генерал, он ушел с воинской службы и теперь будет переходить на службу дипломатическую. Ну, вот, собственно говоря, скажем так, и первые оценки того, что произошло. Ну, каждый делает свой выбор и свои решения, принимает о своей, там, дальнейшей судьбе, перспективах и пути. Я знаю Валерия Залужного лично. Я хочу еще раз поблагодарить его за его службу как главнокомандующего Сбройных сил Украины. Он это делал достойно, он действительно заслуживает этого звания Героя Украины. И он сделал свой выбор сегодня. Ну, а мы с вами его по горячим следам разобрали. Не забудьте подписаться на канал и не забудьте, что война продолжается, и нам нужно помогать нашим военным. Пожалуйста, беспилотники для сил специальных операций. Очень надо. И поверьте мне, они знают, как ими правильно воспользоваться. Ну, а мы, друзья, держим строй.